Николай Николаевич сказал, мы еще даже не начали воевать. Ну, чтобы начать воевать, мы даже армию не используем, мы срочников даже не используем. Тут же начинаются сопли-вопли. Ой, ой, срочники будут воевать, ох, ох. Или мы что, считаем, что один раз частично мобилизация 300 тысяч и все? А воевать кто будет? Вы что, видите активную кампанию по рекрутингу? До сих пор не существует короткого номера телефона, который я могу... Я говорю об этом 6 долбанных месяцев. Наши телефонисты не могут дать короткий номер, по которому любой желающий вступить в ряды Красной Армии может позвонить. Что это так сложно выделить? Структурам кого? У нас зато есть иррегулярные войска. Какие? Казачество? Любовь! Необходима работа со срочниками. Срочник давал присягу защищать Родину. Не может существовать армия, в которой солдат знает, что он никогда не будет воевать. По всей стране должны быть баннеры в поддержку СВО. Развернута широчайшая кампания. Все региональные власти должны этим занимать. Это война, в результате которой мы либо выйдем новым мощным государством, либо исчезнем. Нас хотят уничтожить. Верховный расширил армию до полутора миллионов. Три миллиона надо. Три миллиона. Пять миллионов. Армию надо строить. А сухопутные войска миллиона полтора-два, чтобы боялись сволочи. Вся промышленность должна работать таким образом, чтобы у оборонки было все. Вся промышленность, в том числе вот эти все нойщие, подвздехивающие, олигархические подонки, которые получили хрен знает сколько во времена приватизации и еще вдобавок были ее идеологами, а теперь через губу поучают, как мы тут все должны жить. Ничего Запад не поймет.